Хей! Всем привет! С вами Юля Митра и мое видео знакомство с фабрикой Декору и с вами, конечно. Для начала хочу рассказать немножко о себе. Я живу в Беларуси, в славном городе Гомеле. Работаю здесь, живу и, конечно же, занимаюсь любимым творчеством. Скраббукинг меня заинтересовал в 2013 году. Я обратила внимание на красивые открыточки, приглашения. Я думаю, многие с этого начинают. Во всяком случае, те, кто не пришел в скраб с детских альбомов, хотят сделать его без своего малыша, тот чаще продается в скраб именно с открыток. Я рассматривала работу в интернете польских мастериц, и что, кстати, делают до сих пор. У них какой-то особый шарм. Работы невероятно очаровательные. Тонкость работы, изящество, многослой – это все привлекло мое внимание. И я решила попробовать скраббу сама. Не сказать, чтобы это было легко. Первый блин такой комковатый рисал. Мне заплатили материалы, разнообразие, огромное количество всяких красивых деталей, принтов. Я старалась закупить нужные инструменты. И, скажем так, потихоньку, потихоньку я понимала, что это не просто творчество на один день, а уже посерьезнее. Мне нравилось работать с бумагой. Краска я пришла гораздо позже. И у нас краска я пришла в 2016 году. Я появилась в блогомире. Мне стали интересны челленджи. Я стала активно обращать внимание на такие вещи, скетч, палитра, вдохновение. Какие-то тематические моменты, которые помогали мне создать работу. И они помогают мне работать до сих пор. Что меня вдохновляет? Вдохновляет меня все. Сама жизнь. Ну, это правда. Люди, которые окружаются в вас. Какие-то природные моменты, какие-то эмоции. Ну, буквально, на взгляд, хватит, чтобы вдохновиться чем-то. Часто, когда у меня нет вдохновения, скажем так, я могу обратить внимание на те задания, которые есть в челленджах. Посмотреть на картинку и понять, что я могу с этим сделать. Переначать ее по-своему. Со временем это приходит. То есть не нужно уже, подбирая, вот так вот, смотреть в окно и думать, где же оно это вдохновение. Мои любимые материалы, они разные. Кто-то любит бумагу, кто-то любит краски. Я универсал. Я люблю и то, и то. Краски, они больше для души. С красками творишь без границ. Это очень захватывает. Это очень интересно. Кем я вдохновляюсь в блогом мире? Это такой интересный вопрос, честно говоря. Я до сих пор посматриваю на работы Дороты, конечно же. Я думаю, многие знают работы Огнешки. Если вам не знаете, с чего начать, откройте блог Огнешки и вы поймете, что делать с бумагой. Ну и, конечно же, американские дизайнеры. Микс-медийные. И мне все нравится, что они на волне. На волне многих трендах. Есть любимые материалы. Есть материалы, которые меня чаще пользуются. Чаще я работаю с бумагой. Я очень люблю вырезушки. И поэтому фабрика Декору в этом плане меня очень рада. Новая коллекция. Скажем так, человек, которого можно назвать... Не знаю, что делать, вырезаю. Вырезаю всегда. Вырезаю везде. Если я куда-то еду, я вырезаю. Если я еду домой в транспорте, я вырезаю. Если мне нечем заняться на работе, я вырезаю. На перерыве тоже вырезаю. Постоянная вырезалка. У кого-то лежит косметика всегда с собой, у кого-то духи, у кого-то там лекарства, еще что-то. У меня с собой всегда лежат ножницы. Постоянно. Если нечем вырезать, я штампую и вырезаю. Я очень рада и признательна фабрике Декору, что они взяли меня в свою команду. Потому что это огромный шаг вперед. Это опыт. Это интерес. Это состояние, когда ты всегда на волне. Это режим постоянного вдохновения. Ты видишь новинки и ты уже в голове рисуешь проект. Это просто невероятно. Это действительно командная мечта. Я очень рада составе ДК. И очень признательна фабрике Декору за такой шанс. За важный можно створить с материалами, которые тебя невероятно вдохновляют. Это тренд. Это круто. Это суперсовременно. Фабрика Декора на волне всегда. Спасибо за внимание. Рада была с вами познакомиться. С вами была Юлия Дмитриевна. Увидимся на фрестору фабрики Декора. Субтитры сделал DimaTorzok